Хорошо, у нас остались 10 вопросов к вашему куратору. Сейчас мы будем делать запрос и приглашать куратора в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратору или учителя Жанны. У нас женщина в комнате. Снимаются маски и голограммы. Фантом пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем друга Жанны, ее куратора, в нашей комнате диагностики. Какое прекрасное время и место для нашей встречи. И я приветствую всех в этой комнате. Радости моей нет предела. Наконец-то душа свободна. Так и есть. Меня зовут Влад, это Вера. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Мои вибрации просты и гармоничны. Зовите меня Али. Али. Приветствуем вас, уважаемая Али. Мы провели сегодня очистку, убрали все, что мешало Жанне в процессе работы. Указали на проблемные места, которые ей, скорее всего, вы дополните эту информацию. Вы в курсе этой очистки. 10 вопросов, которые Жанна хотела задать. Будет ли вы так любезно, уважаемая Али, ответить на эти вопросы? О, да, я отвечу. Тогда начинаем с первого вопроса. Откуда родом пришла моя душа? Твоя душа пришла с ангельского уровня. И какой у нее ангельский уровень? Если можно уточнить. 8. 8 ангельский. Благодарю вас, уважаемая Али. Второй вопрос. Можно узнать больше интересного о мире моей души? Это прекрасный вопрос, но он, я бы сказала, двухзначный. Твоя душа, как личность, очень глубока и многомерно наполнена ангельским светом. Даже ты до конца не пытаешься высвободить ее, почувствовать и радоваться этому. Но твой вопрос был задан не о личной глубине, а я так понимаю, о восьмом ангельском уровне, который наполнен светом, созиданием, счастьем и радостью. Общение здесь происходит телепатически. Знания приходят по запросу. Комфортные энергии, гармоничные вибрации, встречи по желанию. Доступы к другим уровням, позволяющие вибрации и знания. Развитие души происходит по желанию души. Опыт набирается душа на разных объектах. Так выглядит восьмой ангельский уровень. Познание самообразования. Замечательное описание. Благодарю вас, уважаемая Али. Если вы закончили, я могу продолжать. Продолжай. Третий вопрос. Как развивать свои энергии? Прекрасный вопрос про ангельские энергии. Визуализация — это первое, что поможет тебе развивать свои энергии. Самое простое — это представлять свои энергетические центры. Каждый центр отвечает за определенные физические параметры и эмоциональные параметры. Каждый центр несет свои энергии, вибрации, эмоции и чувства. Как положительные, как положительные, так и отрицательные. Каждая чакра бывает как в сторону плюс, так и в сторону минус. Я не буду рассказывать полное описание. Это есть на Земле. Если в твоей душе это интересно, ты сама можешь найти больше информации. Я лишь отвечаю на твой вопрос. Начни с этого. Это самое простое. Наполняй каждый энергетический центр энергией, как тебе показали сегодня. Дальше. Твои личные ангельские энергии, они находятся в тебе светлыми яркими энергиями восьмого уровня. Белым цветом, светящимся, излучающим ангельский цвет. Свет в виде лучей. Ты можешь чувствовать это у себя в груди. Радуясь и понимая, кто ты, ты чувствуешь, как эта энергия расширяется. Ты всегда это чувствовала, но не обращала внимания, подавливая и загоняя ее вглубь себя, уделяя больше внимания физическому биороботу, оставляя на потом развитие души. Сейчас ты не можешь это скрывать. Это выходит за пределы тебя. Так как долго ждала выхода, душа трепещет от радости и счастья. Благодарю. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Скорее всего, она разбила этот вопрос на две части. Первый был, как развивать свои энергии. Четвертый вопрос. Какие способности они мне дают? Я бы назвала твоей энергией милосердный ангел. Твои способности в твоем терпении и желании всегда откликнуться на помощь. Развивая и укрепляя свои энергии, защищая свои энергии, ты будешь правильно выбирать свой путь. Милосердие — это не жалость. Не надо позволять пользоваться своей энергией. Понимая их, ты должна понимать, что они требуют защиты, как от окружающих тебя людей, так и от интерферентов. Для этого твоя гармонизация, баланс и понимание манифеста для начала поможет тебе. Без познания и уверенности себя твои таланты будут незамечены, так как ты сама в первую очередь не замечаешь их. Только почувствовать внутреннюю уверенность и самопознание, ты начнешь делать правильные шаги, различая правильность распространения своих энергий. Это талант направлять свои энергии в правильное русло. И это грех — разбрасывать свои энергии тому, кому они непонятны, кто может только поглощать. Раскрывай свои таланты, понимай себя для начала, и ответы будут приходить тебе со всех сторон. Благодарю. Благодарю вас, Али. Идем дальше. Пятый вопрос. Какие задачи развития у моей души в земной жизни? Задача развития твоей души, задача ангельской души — светить. Светить всегда в первую очередь для себя и для тех, кому нужен этот свет, для тех, кому он понятен, для тех, кому он нужен. Поэтому задача твоей души в любой ситуации — не забывать, кто ты и какие энергии ты несешь. Научись уважать твои энергии и научи уважать других. Твои внутренние энергии и возможности. Научись защищать себя. Без определенной защиты ты не сможешь перейти к более высокой осознанности. Чтобы это сделать, ты должна понять себя, понять свои энергии. Какие шаги предпринять для этого, я уже сказала выше. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Аля. Шестой вопрос связан с последним ее воплощением или самым ярким воплощением на Земле. Мы понимаем, вы куратор на эту жизнь, но, возможно, вы можете посмотреть в архивах. Шестой вопрос. Мое самое яркое воплощение на Земле. На ваш выбор. Я немного объясню про яркость воплощений. Яркость воплощений — это когда ты зажигаешь свою душу, и тебя видно со всех сторон. Всю свою жизнь ты поддерживаешь этот свет, разбрасываешь его, и он остается на века. Такие жизни, как правильно, короткие, но остаются в памяти поколений. Вот это и есть яркость души и яркое воплощение. Сегодняшнее земное воплощение показывает твою яркость. Ты целый год ждала встречи со своим куратором и терпела интерферентов, разрешая откачивать твои энергии. Задумайся, пожалуйста, над этим. Это будет большим уроком, который ты должна понять и осознать. Потерянное время для себя и своей души. Нужно оно тебе было? Или ты могла продвинуться к своей осознанности дальше? Намного раньше. Терять время на Земле — это не жить ярко. Но душа хочет жить ярко, раз такой вопрос возник. И я посмотрю одну из прошлых жизней на Земле. Чтобы делать яркие воплощения и жить по душе, в душе должны быть сила и смелость. Задай вопрос, есть ли у тебя сила и смелость выявить свою душу. Первая для самой себя, а потом для окружающих. Ответ лежит у тебя внутри. А теперь я расскажу тебе одно из прошлых воплощений. 1812 год. Это территория современной Америки. Медсестрой, ты была медсестрой, милосердный ангел. Именно так тебя называли там в госпитале. Спокойная, размеренная жизнь. Знакомство с мужчиной в госпитале. Переезд в его дом. Двое детей. Тихая, спокойная жизнь. Воспитание детей. Принятие мужа. Внутренняя тоска. От чего-то незаконченного. Как я вижу эту жизнь. Тебе хватало всего, о чем мечтают многие. Хороший муж. Прекрасный дом. Двое детей. Но что-то невостребованное и незаконченное внутри давало тебе тоску. Что это? Я думаю, ты знаешь. Яркости хотелось в душе. Познаний. Знаний. Обучений. Но чтобы не обидеть мужа, детей, не травмировать соседей, ты подстраивалась и жила так, как это требовало общество. Остались нераскрытые потенциалы. Какие-то моменты не были реализованы, о чем она мечтала видать. Видимо. Интересно. Я оставлю это в таком виде. Я думаю, душа прекрасно поняла, о чем я говорю. Безусловно. Вы знаете свою подопечную намного лучше. Конечно. Вы хотели добавить еще что-то по этой жизни? Сколько она прожила? Продолжай, пожалуйста. Хорошо. И я хотел спросить, сколько она прожила еще в той жизни? 74 года. Достаточно серьезный возраст для того времени. Благодарю вас. Я перехожу к седьмому вопросу. Как защищать себя от разного вида негатива? Я возвращаюсь к вышесказанному. Твоя защита идет изнутри. Негатив имеет определенную вибрацию. Знание своей души, своих вибраций и энергий позволяет тебе не спускаться к нижним вибрациям, которые затягивают тебя. А это уверенность души и гармония. Когда душа уверенно находится в балансе, никакой негатив не пробьет ее и не стянет на нижние вибрации. Это глубина души. Это ее свет, который уничтожит негатив или даже не почувствует. Юмор. Это тоже прекрасная защита. Не подпускай к себе негатив. Негатив боится юмора, потому что юмор – это высокие вибрации. Попробовав раз, два, три, негатив не приблизится больше, потому что он обжигается. А высокие вибрации души. Видя, что душа сильная, ее трудно пробить. Негатив теряет интерес, так как очень много вокруг душ, дергая за веревочки, которые можно подключаться, и негатив попадает в свою привычную среду. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Аля. Перехожу к следующему вопросу. Какой уровень моего высшего «я»? Как я уже заметила выше. Восьмой ангельский уровень и девятый уровень высшего «я». Девятый уровень высшего «я». Благодарю вас. Идем дальше. Я бы хотела немножко пояснить по уровням. Пожалуйста. Так как вижу, что душа не совсем понимает, о чем мы говорим. Уровень души – это ее развитие и общая шкала всех разных, скажем, душ. И набранный опыт на разных объектах. Но так как у ангельских душ есть определенные задачи и определенный свет, который они несут на разные объекты, поэтому у ангелов есть еще шкала ангельская, где можно видеть, на каком уровне находится ангельская душа, независимо от общей шкалы. Благодарю. И насколько нам известно, это есть только у ангельских душ. Два уровня. Я не буду это утверждать. Благодарю вас. Остановимся на этом. Идем дальше. Девятый вопрос. Как я могу общаться со своим куратором или учителем? Вопрос к вам. Если ты задумаешься, ты поймешь, что наше общение происходит давно. Я слышу, наблюдаю. А ты получаешь знаки и интуитивно двигаешься по ним. Интуитивно ты дошла до этой комнаты диагностики. Как бы долго не занял этот путь, твоя интуиция и ангельские энергии ведут тебя в правильном направлении. Чтобы общаться со мной, нужно быть уверенным внутри себя. Только интуитивно ты будешь так же двигаться маленькими шагами. Я хочу точно объяснить это, поэтому приведу примеры. До сегодняшнего дня ты понимала глубину своей души, но никогда не задумывалась об этом, откладывая, откладывая и откладывая на потом. Сегодня, когда ты знаешь и путь открыт, ты не можешь больше стоять на месте. Поэтому, скорее всего, с сегодняшнего дня ты будешь четче слышать и ясно понимать мои знаки. Твое развитие будет зависеть от тебя. Некоторые практики тебе были открыты сегодня, и ты можешь начинать пользоваться ими. Наблюдай больше вокруг, и ты будешь понимать мои знаки. С этого начинается общение. Дальше будет зависеть от твоего развития и от понимания себя самой. Благодарю. Я благодарю вас, уважаемая Аля. Я просто не совсем сейчас понимаю. Дело в том, что она целый год ждала, чтобы обратиться к нам. Одновременно она смотрела все наши сеансы с другими людьми, с другими душами. В этих сеансах, в каждом из этих сеансов мы показывали, как заправляться энергиями, как сбрасывать негатив, как ставить меркабу. Были вопросы, как связываться с куратором. Эти все вопросы давно отвечены. Я просто сейчас не совсем понимаю, почему она этим не пользовалась. Все это время, имея уже эту информацию, она уже есть. Она может на этом же... Когда перекрыты энергетические центры, ты не чувствуешь, а значит, не принимаешь это, как вы говорите, близко к сердцу. Все объясняется. Но интуитивно ты понимаешь, что ты на правильном пути. Я бы это еще назвала, когда душа спит, но интуиция ведет. Это как птица в клетке. Когда клетка открыта, птица найдет свою дорогу. И птица в этом месте душа ее. Именно так. Я благодарю вас за этот замечательный ответ. Все понятно. И тут не будем забывать... Именно поэтому, если ты вернешь птицу в клетке, и если птица будет лететь по своему пути, будет два разных исхода общения твоего куратора и тебя. Это как ответ на предыдущий вопрос. Все зависит от тебя. Насколько ты будешь развиваться, насколько ты захочешь посвящать время своей душе. Все лежит в ее руках. Благодарю вас, уважаемая Аля, за это дополнение. Очень важное, с моей точки зрения. Мы можем идти дальше? Пожалуйста. Последний, десятый вопрос. Могу ли я исцелять? И что мне в этом может помочь? Прошу прощения. Могу ли я себя исцелять? И что мне в этом может помочь? Непоколебимая вера, сильное намерение и ангельские энергии, которые находятся внутри тебя, в принципе, это твоя суть. Ангельские энергии. Пусти их в больные места. Визуализируй их, чувствуй их. И, как я уже сказала, непоколебимо верь в их исцеление, исцеляющие способности. Благодарю. Я благодарю вас, уважаемая Аля. Вопросов больше не осталось. Я полагаю, ангельский стержень у нее уже активирован после этой очистки? Или вы хотели еще от себя что-то? Как я уже сказала выше, птица вышла из клетки. Мы видели, как душа трепетала от радости после того, как мы заправили ее родными энергиями. И вопрос еще один с моей стороны. Мы пытались ей помочь с ее проблемами со здоровьем. дали ей потоки энергии. Этого будет достаточно на настоящий момент. Этого достаточно на тонком плане. Но на физическом только она сможет сфизуализировать, сгармонизировать своей силой, волей и намерением распределить эти энергии по больным местам. Без ее участия мы не обойдемся. Она обязательно должна принимать в этом самоактивное участие. Что подразумевает, безусловно, дальнейшее развитие своей осознанности. Благодарю вас, уважаемая Оль. Аля, очень интересно было с вами общаться. Вопросов больше не осталось. Как я и сказал, остался маленький нюанс, который отлично знает в ангельском мире. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору и каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. В этом случае ангел у ангелов друзья. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. И мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Али. Будет ли она так любезно принять этот скромный подарок, знак благодарности за ее помощь, за ее ответы своей подопечной. Просто на добрые воспоминания об этой встрече. Ох, какой великолепный и неожиданный подарок. Я благодарю вас за эти эмоции, которые наполняют меня сейчас. Я благодарю вас за эту встречу и прекрасную компанию. Благодарим и мы воспринимаем вашу благодарность. Передавайте на этом месте обязательно привет ангельскому миру. Мы будем рады со своей стороны приветствовать всех кураторов, которые достучаться до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды, мешающие им развиваться, открыть эти двери, в которые душа уже пойдет дальше по своему пути. Да, будет так. А так и есть. Вторая у нас традиция. Мы никогда не прощаемся. Я говорю, до скорых встреч. Возможно, на каком-то этапе развития. Жанна, пожелаю встретиться со своим высшим я или задать вам вопрос. Если с высшим я, мы всегда приглашаем на эту встречу куратора и поднимаемся вместе. Ну, а пока на этом месте мы говорим до скорой встречи, уважаемая Аля. Очень было приятно вас встретить и с вами пообщаться. До скорой встречи, милые ангелы. До скорой встречи. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Такие энергии идут ангельские, я даже здесь чувствую. Жанна, мы закончили встречу с вашим куратором Али. Вы получили все ответы на свои вопросы. О, да, я получила ответы. Я получила знания. Это было бесподобно. Великолепно. Я благодарю вас. Во благо. От всей души. Во благо, Жанна. Никаких проблем работаете. Опыт вы получили замечательный. Теперь знаете, как выходить из таких ситуаций. Путь вам указан. Сейчас я буду возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И сразу перейду к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Жанны в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok